Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня выскажет в нашей студии исполняющий обязанности ректора Вятского государственного университета Валентин Пугач. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатель. Я напомню, почему исполняющий обязанности запущен процесс создания опорного вуза. И вот с этим именно связано. Напомню, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос в свой интересующий вас гостю особого мнения. Ну, повестка у нас достаточно сегодня обширная. Безусловно, и о буднях Вятского государственного университета тоже поговорим. Но всё-таки хочу начать с международной обстановки, с изменения правил игры, так скажем, в международном масштабе. Ещё 8 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил реформу, позволяющую фонду кредитовать должников даже в случае их дефолта по суверенному долгу. Многие уже высказались по этому поводу. В частности, глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал это решение поспешным, предвзятым и принятым исключительно в ущерб России и в целях легализации возможности Киева не платить по своим долгам. Напомню, что речь идёт о долге в 3 миллиарда долларов, о долге Украины перед Россией. И само событие, какую оценку ему можно дать? Я в данном случае согласен с мнением, которое высказало Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк. Безусловно, для всех очевидно, что решение МВФ об изменении правил игры носит абсолютно политический характер, продиктовано желанием любой ценой продолжать кредитовать, финансировать действующий режим на Украине. Каким последствиям это приведёт? Я думаю, что последствия будут очень серьёзные и долгосрочные с точки зрения того, что создан очень серьёзный прецедент. И теперь для очень многих странов, должников и кредиторов появились новые правила игры, которые очень сильно повлияют на мировую финансовую систему. Соответственно, у должников появляется очень серьёзный соблазн и пример по своему решению к каким-то внутренним причинам не возвращать долги государственные, что все последние десятилетия было очень серьёзным прецедентом. А для стран-кредиторов очень серьёзный фактор, влияющий на принятие решения, стоит ли в таких условиях вообще кредитовать какие-то суверенные государства, если нет абсолютно никакого международного механизма, гарантирующего возврат этих средств. Президент Путин делал свои предложения по поводу этого долга, ничего в этом году, один миллиард в следующем. При условии, что возврат вот этого реструктуризированного долга будут гарантировать Соединённые Штаты, Евросоюз или ведущие финансовые организации мира. Соответственно, на это предложение МВФ не пошёл, и Украина отказалась от таких предложений, что лишний раз доказывают, что у них в планах, в принципе, не было возвращать эти деньги. Соответственно, Россия должна продолжить свою работу по защите своих экономических интересов. Я почитал аналитику, специалисты, эксперты сходятся во мнении, что изменение правил ГРМФ особо не поможет в конкретном случае не возврата долга. Потому что очень жёстко прописан контракт, и любые международные суды в любом случае примут решение о том, что этот долг подлежит возврату. И, соответственно, любые транзакции через МВФ, любые кредитные деньги, которые с изменившимися правилами могут поступать в Украину, потому что они могут быть на основании решения суда автоматически списаны в пользу Российской Федерации. Поэтому Россия играет долгу, жизнь на этом не останавливает, и я думаю, что рано или поздно справедливость будет. Россия тоже тут меняет правила игры. Речь о том, что Госдума во втором и третьем окончательном чтении приняла законопроект о приоритете решений российского конституционного суда над кредитами международных инстанций, то есть о приоритете нашего внутреннего права над международным. Многие связывают этот шаг с решением Европейского суда по правам человека еще от 2014 года, о выплате Российской Федерации акционерам ЮКОСа почти 2 миллиардов евро компенсации. Там разные цифры звучат по делу ЮКОСа, по международным судам, там и 2 миллиарда, и там какие-то вообще фантастические цифры. Здесь ситуация следующая. Во-первых, я хотел бы обратить внимание всех, кто интересуется этим вопросом, о том, что приоритет внутреннего законодательства над международным – это давно существующая норма во многих странах. В частности, в Соединенных Штатах эта норма была всегда, и никакие международные суды не могут повлиять на позицию Соединенных Штатов и на их правовую систему. Почему сейчас ВИСК поднялся по поводу того, что Россия перенесла в такой же режим работы, ну, это, я считаю, просто очередные проявления недружественных отношений внутри и вне государства со стороны некоторых товарищей. То есть Россия своим решением, она на один уровень, в определенном смысле этого слова, стала Соединенными Штатами. Да, и, соответственно, тут, будем так говорить, споры о том, отдавать ли приоритет международным судебным инстанциям или сохранить суверенный статус правового поля России, они велись с момента принятия Конституции в свое время российской и затихали, возобновляясь эти дискуссии на протяжении всех этих лет. 22 года уже. Новейшей истории, да. И тут смысл такой, что записав эту норму в нашу Конституцию, мы подразумевали, мы, я имею в виду, россияне, мы подразумевали, что есть европейские международные организации, ОБСЕ, Европейский суд по правам человека и другие инстанции, где мы рассчитывали, что будут вестись честные, непредвзятые, такие объективные рассмотрения каких-то спорных ситуаций и будут приниматься возвешенные объективные решения, с которыми мы будем соглашаться. То есть мы доверяли этим инстанциям и делегировали часть своих прав в расчете на то, что эти инстанции будут принимать объективные решения. Но события даже не одного, а многих последних лет говорят, что решения этих европейских организаций, судов носят, как правило, политический характер, они конъюнктурны, и ни о каком объективном рассмотрении конкретных вопросов мы, к сожалению, рассчитывать не можем. И суд с ЮКОСом, это один из эпизодов, было очень много историй, связанных с тем, что при конфликтных различных ситуациях, во время боевых действий в Чечне, во время других конфликтных ситуаций, Донбасс это показал, что европейские организации не выступают и в глазах конфликтующих сторон, в Югославии это было, насколько я помню, то есть они явно очень часто занимали очень странную позицию, которая вызывала очень большие сомнения в объективности этих инстанций и организаций. И, соответственно, долго так продолжаться быть не могло, и, соответственно, Россия должна защищать свои интересы экономические, военные, политические и так далее. — На Ваш взгляд, такая игра мускулами не в пользу привычного мирового порядка, она будет продолжаться? — Все будет зависеть, какую позицию будет занимать Запад по отношению к России. Любое давление порождает защитную реакцию. Чем дальше будет продвигаться на Восток, чем дальше будут применяться двойные стандарты в отношении нашей страны, чем дальше будут приниматься очень странные решения не в пользу здравого смысла международного права, тем больше Россия будет вынуждена защищать свои интересы различными способами. — Давайте теперь к обострению отношений между Россией и Турцией. Вот то событие 24 ноября, я имею ввиду гибель нашего бомбардировщика, насколько для Вас было ожидаемо то, что происходит у нас сейчас с взаимоотношением с Турцией? — Как все это быстро так разгорелось и вспыхнуло. — Симптомы о том, что со стороны турецкого государства в отношении нашей страны совершаются явно недружественные иногда провокационные действия были давно. Давайте вспомним опять же события в Чечне, где и спецслужбы, и наши военнослужащие, да и собственная общественность нашей страны прекрасно знала, была проинформирована и понимала, что со стороны Турции и турецких организаций однозначно небезведомо от турецких властей проводилась различная политика, направленная на поддержку террористов и боевиков. — Тех людей, которые убивали наших граждан? — Тех людей, которые убивали наших граждан, наших военнослужащих, которые, собственно, пытались зажечь Северный Кавказ и устроить разрушение нашей государственности. Турция сыграла определенную роль. Мы знаем, что там всяческая форма поддержки боевиков было, и поставки оружия, и денег, и лечение, и моральная, и материальная поддержка. Безусловно, руководство страны это знало, но по различным дипломатическим и политическим причинам, возможно, это не слишком афишировалось. Мы пытались строить такие конструктивные отношения с Турецкой республикой, что, собственно, принесло свои плоды. В течение последних десятилетий экономические связи росли, и мы очень рассчитывали, что Турция оценит нашу позицию. Мы очень рассчитывали, что Турция будет понимать те цели и задачи, которые мы преследуем и в своей внутренней политике, и на международном поле. И то, что, безусловно, произошло, я абсолютно согласен с оценками президента нашей страны, там, это вопиющий случай, и, там, я вот... Удар в спину, да? Да, удар в спину и так далее. Ну, тут, соответственно, руководство страны нашей оказалось в очень сложной ситуации. Какое решение принять? Потому что, по всем формальным признакам, это сбитый самолет, погибший, обращаю внимание, наши военнослужащие, это акт агрессии, и это повод чуть ли не начала боевых действий между нашими странами. И то, что удалось сдержать вот этот эмоциональный импульс и удержаться от жестких военных ответных мер... Но эта мысль, безусловно, приходила, да? Да, эта мысль приходила, наверняка, и руководство государства, это обсуждалось в обществе, и много призывов звучало самых различных на эту тему. Но наше руководство внешнеэкономическое и высшее руководство страны проявило выдержку и отказалось от жестких военных ответных мер, с одной стороны, что уже говорит об определенных усилиях и желаниях не обострять ситуацию. Но, с другой стороны, оставить это просто так, без ответа, это могло нанести очень серьезный имиджевый геополитический удар по имиджу нашей страны, по ее позициям, по отношению к ней, особенно в странах Ближнего Востока, свой менталитет и к таким сдержанным ответным мерам могли отнестись как к слабости. Соответственно, мы в любом случае должны были ответить и дать понять и Турции, и возможным другим желающим каким-то образом продемонстрировать какие-то недружественные действия в отношении нашей страны различными мерами, дать понять, что это неприемлемо, и за это будут серьезные последствия, и просто так это не останется. — Насколько, на Ваш взгляд, оправданные меры, уже последовавшие, я имею в виду санкции, эмбарго на ввоз турецкой сельскохозяйственной продукции с 1 января 2016 года? — Я считаю, абсолютно оправданные действия. Мы должны спокойно подумать, посчитать и принять решения такие, которые были бы крайне чувствительны для Турции и для той страны, которые таким образом себе позволили ввести в отношении нашей страны. — Ну и турецкая страна сейчас якобы подумывает тоже о санкциях в отношении России. Что это может быть, на Ваш взгляд? — Ну, будем так говорить, Турция от России зависит экономически больше, чем мы от них. Поэтому, с одной стороны, может быть, им и хочется каким-то образом показать, что они тоже что-то могут. С другой стороны, насколько они будут готовы идти на ухудшение у себя ситуации экономической, а значит и политической. Соответственно, это может им больше навредить. Поэтому здесь нужно всем проявить выдержку и думать. Безусловно, без последствий этот инцидент не останется на долгие годы. Со стороны руководства Турции было бы лучше, конечно, подумать о том, как сгладить все то, что произошло. Понятно, что никто не вернет людей, которые погибли, мужей, отцов, которые погибли наши военнослужащие, летчики и спецназовец. С другой стороны, понятно, что жизнь продолжается. И со временем, если будут проводиться правильные действия, то эта ситуация может успокоиться и стабилизироваться. Если не будут новые попытки обострить ситуацию, мы видим, что и реакция НАТО, и руководство страны Турции, которая отказалась категорически от извинений, и они пытаются разыграть имперские уропатриотические чувства настроения внутри Турции. Если провокации будут продолжаться со стороны Турции в отношении России, то уже очевидно будет для всех, для мирового сообщества. Нам-то все понятно о том, что дело не в каком-то приграничном инциденте, в небе отделов, в серьезной такой принципиальной позиции, направленной на то, чтобы обострить отношения и оказать какое-то давление на нашу страну, в целе изменения ее позиций по Сирии. Новый год на носу. Наверняка тоже видите, что люди активно те же самые турецкие мандарины раскупают сейчас. Заявления идут о том, что могут опустить прилавки магазинов. Тоже будут негативные последствия? Я считаю, что разменивать жизни наших граждан на мандарины – это такое жлобство, это такая, знаете, несерьезная интерпретация. Причем здесь мандарины? Причем здесь помидоры? Допустим, они вообще все пропадут, если мы будем понимать, что нам нужно, что в отношении нас осуществляется война и агрессия. Понимаете? Не все меряется мандаринами в этой жизни, помидорами. Поэтому, ну, во-первых, никуда они не исчезнут, и мировой сельскохозяйственный рынок перенасыщен, и предложение там избыточное превосходит спрос, и нет никаких проблем купить эти помидоры, мандарины в Иране, в Греции, в Израиле. В Республиках Средней Азии? Да, в Республиках Средней Азии и так далее. Поэтому я считаю, что вот эти истерические возгласы в интернете по поводу «Вау, все пропало», мандарины станут, ну, дороже, там, на процент. Это осознанные такие провокационные возгласы, которые, там, я не знаю, как назвать их людей. Ну, отвлекают от сути. Отвлекают от сути и пытаются пошатнуть мнение народа, общественности в отношении тех абсолютно правильных действий, которые совершает руководство страны. И не нужно поддаваться на эти провокации. Давайте вспомним советское время, для многих, которые являются сейчас счастливым примером, как было хорошо и прекрасно. У меня лично родители, когда я учился в школе, я видел мандарины, действительно, на Новый год, там, помидоры, огурцы, там, эти тепличные, там, мы тоже, там, раз-два за зиму. От этого детство счастливым не перестало быть и так далее. Поэтому, тем более, у нас такая ситуация точно не будет. И в магазинах все есть. И не помидорами едиными мы живем. Я напомню, что это особое мнение исполняющего обязанности директора Ветского государственного университета Валентина Пугачева. У нас есть еще время для перерыва. Я хотел бы перейти все-таки к теме того, чем сейчас, попросту говоря, живет ВУЗ. Известно, что, да, запущен процесс создания опорного ВУЗа. В какой сейчас стадии? Мы находимся в стадии выполнения плана графика, который был утвержден приказом Министерства образования, который запустил процесс реорганизации. То есть в гуманитарном университете завершается работа, связанная с подготовкой к передаче имущества по акту. Конечная дата какая? Этот год? Мы это должны сделать в начале следующего года. В этом году до конца декабря я своим приказом должен утвердить новое штатное расписание объединенного университета. В этой связи мы проводим консультации, мы изучаем штатное расписание гуманитарного университета, которое есть сейчас. Мы совместно с коллегами гуманитарного университета нашей совместной комиссии анализируем функционал всех структурных подразделений, учебных структурных подразделений, административных структур университета. Мы обсуждаем предложения, которые поступили и от структурных подразделений ВИАДГУ, так и гуманитарного университета. И пытаемся за оставшееся время, месяцы разработать оптимальную структуру, которая бы учитывала исторически сложившийся опыт работы обоих университетов и для того, чтобы всё лучшее, всё наиболее живое, работоспособное, перспективное перешло в новую структуру объединённого университета. — Напомните, конечная дата всей этой реформы к лету, да? — Ну, если говорить юридически, то у нас в начале марта уже будет одно юридическое лицо Юридическое лицо, Вятский государственный университет, который будет являться правоприемником гуманитарного университета и существовавшего, и продолжающего существовать в нашем государственном университете. — Юридитсон бы называется «Вятский государственный лицо? — «Вятский государственный университет» И в начале марта сотрудники гуманитарного университета станут сотрудниками ВГУ. И студенты гуманитарного университета будут студентами ВГУ. Естественно, что за юридическими приказами и решениями будут параллельно и чуть позже, думаю, что до конца лета, до середины лета будут проходить различные организационные мероприятия, связанные с изменением подготовки нового расписания Объединенного университета. С учетом всех нахождений факультетов, кафедр, мы будем готовить в течение лета новое расписание. Мы будем окончательно утверждать месторасположение локаций новых, вновь образованных, объединенных факультетов, кафедр и институтов. Возможно, будут какие-то переезды. Наши коллеги уже выступили с некоторыми институтами и факультетами с предложением переехать к нам. Традиционные для политехов. Да, да, да. То есть химики, биологи, экологи, они очень здорово договорились, у них вообще не было никаких конфликтных ситуаций, споров, дискуссий. Они согласились, что наилучшее расположение, когда химики и биологи будут располагаться в первом и четвертом корпусе политехов, в силу того, что здесь у нас очень мощная лабораторная база создана. А у ГГУ они в Чижах находятся, да? Да, да, да. Они находятся в Чижах. Там есть, мы внимательно будем изучать, какое оборудование можно будет перевести, какую лабораторию, возможно, надо будет оставить. То есть изменения затронут чисто физически, кто где будет находиться. И здесь в любом случае я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, возможностью пригласить студентов, сотрудников гуманитарного университета, как и сотрудников нашего университета, принять участие в вебинаре, который будет проходить в пятницу. В эту пятницу. В эту пятницу, где мы обобщим все вопросы, которые мы получили за эту неделю, которые мы получим за эту неделю от сотрудников наших университетов, на которые я постараюсь ответить. Я надеюсь, что это вопросы будут такого технического, не принципиального характера в силу того, что принципиальные позиции на наших совместных пресс-конференциях с руководством гуманитарного университета были озвучены. Сейчас уже речь идет о технических каких-то деталях, на которые, если вопросы будут возникать, я буду стараться своевременные ответы давать, потому что мы все прекрасно понимаем, что информации много не бывает, в любом случае возникают какие-то технические вопросы, люди беспокоятся о своем будущем. Одно могу пожелать, нужно как можно быстрее, как можно больше общаться со своими коллегами по пересекающимся структурам и быть готовым предлагать руководству объединенного университета свои предложения, свое видение, как лучше организовать работу будущего университета. Потому что я физически не смогу присутствовать на всех вот этих собраниях и на всех этих встречах, а вопросов рабочих технических возникает очень много. Итак, это уже пятница, 18 декабря. А сколько? По-моему, 12-15. Информацию на сайте университета, да. Ее можно посмотреть и можно направить свои вопросы любые на эту тему. Я напомню, что это особое мнение исполняющего обязанности ректора Вятского государственного университета Валентина Пугача. Сейчас у нас небольшая реклама, после которой мы вернемся. Продолжается программа «Особое мнение» в студии Владимир Сметанин, своим особым мнением тоже в студии Валентин Пугач, исполняющий обязанности ректора Вятского государственного университета. В целом, Валентин Николаевич, как год, календарный год для ВУЗа завершается? Безусловно, событий было много в 2015-м? Событий очень много было. Год начался с того, что мы ввели в действие новый для университета корпус, новый преображенский инженериум. Многие жители нашего города уже на различных мероприятиях, которые проходили в стенах этого университета, побывали, отметили, как изменился, какой стал красивый, удобный. В инженериум переехал в лицей инновационного образования, который для школьников у нас открыт 10-11 классов. И буквально вот на прошлой неделе я поздравлял коллектив и школьников, и преподавателей с днем рождения. Мы три года отметили нашему лицею. Замечательная атмосфера, в прекрасных условиях находится. Ну, кроме того, в инженериуме у нас располагается несколько кафедр общеуниверситетских, в частности, высшей математики. Отличные условия, мультимедиа, новенькие аудитории, большие и малые. Созданы прекрасные условия для работы. Это первое событие важное. Второе, мы летом прошли комплексную, регулярную, плановую государственную аккредитацию процедуры. И подтвердили соответствие обучения в нашем университете федеральным государственным образовательным стандартом. Мы получили свидетельство об аккредитации. Очень большая комиссия работала в течение недели. Вывернули наизнанку всю документацию, весь учебный процесс. Достаточно жестко работали по новым методикам оборонадзора. И я горд, что наш коллектив справился с этим серьезным испытанием. И мы на ближайшие 6 лет получили государственную аккредитацию. Срок действия как раз таки. Да, срок действия свидетельства. Мы получили аккредитацию по всем заявленным образовательным программам. Их там 170. Так, на всякий случай. То есть, очень большой спектр реализованных программ. И, соответственно, вы знаете, что сейчас в других ВУЗах, в частности и в Кировских, и в других регионах эти процедуры происходят болезненно. И не всегда с положительным исходом. Многие ВУЗы получают отказ в аккредитации по отдельным программам. Либо полностью. Или получают приостановку государственной аккредитации с очень тяжелыми последствиями. Соответственно, я очень рад, что мы успешно прошли это. Мы два года готовились. И было очень напряженно. Работали без отпусков некоторые сотрудники. И мы понимали, насколько это важно и ответственно. Ну, по всей видимости, тут аккредитации уже проходили. Вы с мыслью о том, что вы станете единым ВУЗом, да? Ну, тогда еще решений не было бы и нет. Не было бы и нет. Планы на будущее. И, соответственно, мы успешно это дело преодолели. Ну, опять же, хотел бы отметить. В этом году ежегодно мы прошли процедуру мониторинга эффективности ВУЗов. И выполнили все семь критериальных значений, которые были установлены Министерством образования и науки. И еще раз подтвердили и перед министерством, нашим учредителем, и перед общественностью, нашими абитуриентами, о том, что мы успешно развивающийся университет, у которого все в порядке с точки зрения выполнения основных государственных требований и показателей. Поэтому я считаю, что этот год у нас успешен. Все, что было запланировано, мы выполнили. Понятно, что нет предела совершенства. И много осталось в работе проектов, задач, над которыми мы работаем. Внутри процесс повышения качества образования, уровня научной работы, финансовых показателей университета – это не конечная ситуация. Этим нужно заниматься постоянно, чем, собственно, мы и делаем. И, соответственно, решение Министерства образования в сентябре о реорганизации путем присоединения к нам в коммунитарный университет – это тоже определенный показатель о том, что и правительство области, и Министерство образования и науки доверяют нашему коллективу, нашему университету претендовать на очень высокую роль опорного регионального вуза. Если вы обратили внимание, то в новостях сейчас еженедельно появляются очередные сигналы о том, что процесс создания опорных региональных вузов, объединение происходит по всей стране. Мы одни из первых, кто проявили эту инициативу и вошли в этот процесс. Соответственно, мы рассчитываем, что это тоже будет учтено. Но, соответственно, на этой неделе, вот до 18-го числа, мы должны завершить совместную большую, очень напряженную работу по подготовке программы развития объединенного университета, которую мы представим на рассмотрении конкурсной комиссии Минобра для того, чтобы претендовать на дополнительное финансирование в течение ближайших трех лет. На дополнительное это уже вне рамок существующего? Потому что сверху что-то еще? Да, это дополнительное средство, которое Министерство образования пообещало разработчикам лучших программ опорных региональных вузов для того, чтобы нас поддержать, стимулировать и дать дополнительные стимулирования. На что можно претендовать? Суммы известны, до 200 миллионов рублей в год дополнительных денег в течение трех лет. Соответственно, в зависимости от размеров объединенного вуза и качества представленной программы, эти суммы могут быть, я думаю, что они будут примерно в диапазоне от 100 до 200 миллионов рублей. Кстати, в перерыве я Вас спрашивал по поводу названия. Вы в вузы сказали, что юрлицо все-таки Вятский государственный университет, но предложения принимаются и продолжают? Безусловно. Когда только вышел председатель об объединении, со стороны коллег от гуманитарного университета прозвучало предложение рассмотреть вопрос об изменении названия объединенного университета на какое-то другое. Соответственно, мы услышали это предложение, отнеслись к нему внимательно и с уважением. С одной стороны, с другой стороны, мы попросили наших коллег, учитывая, что в течение ближайших полугода нам придется очень много решить юридических, бухгалтерских, организационных, кадровых, методических и всяческих других вопросов, неизбежно возникающих при процессе реорганизации, и усложнять этот процесс еще и запуском достаточно дорогостоящей и трудоемкой процедуры смены названия. Соответственно, что такое смена названия? Ребрендинг. Это не просто ребрендинг, это не просто смена вывесок, которые тоже, кстати, стоят денег, если посчитать десятки учебных корпусов, которые у нас теперь будут, это смена всех документов, это смена всех правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, это смена всех внутренних локальных документов, большая работа, которая, еще раз говорю, это миллионы рублей расходов только на нотариальные и всяческие другие юридические регистрационные действия, плюс переделка очень многих документов. Дополнительная нагрузка на коллектив, на сотрудников, поэтому мы попросили вернуться к этому вопросу несколько позже. Соответственно, у нас будет объединенный ученый совет в новом учебном году уже работать. В новом учебном году? В 2015-2016. Да, в следующем году, когда мы станем одним юридическим лицом, у нас начнет работать объединенный ученый совет. И вполне возможно осенью или зимой следующей, если коллеги будут настаивать, внести свои предложения по новому названию, рассмотреть их на ученом совете, послушать мнение коллектива объединенного, студенческого сообщества, общественности города и, соответственно, принять это коллегиальное решение, итоговое все-таки, какое название в объединенном университете может быть. Поэтому здесь я бы не хотел, чтобы я, либо кто-то еще один принимал такие важные решения. Еще раз напомню о том, что в эту пятницу, 18 декабря, состоится вебинар, где Вы на многие вопросы... Да, я постараюсь ответить на все вопросы, которые поступят в течение этой недели и протранслирую важные вещи, которые считаю необходимым донести по текущей положении дел и ближайших планах. Напомню, на сайте Авятского государственного университета можно найти всю подробную информацию об этом вебинаре. Спасибо исполняющей обязанности директора Ветского госуниверситета Валентин Пугач. Всего доброго. До свидания. Спасибо за вопрос. Продолжение следует...